МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что-то круглое, что-то многообещающее? Круглое – это, наверное, мы сообщество. Но давайте я расскажу вкратце, что такое сферам. Сферам – это информационно-коммуникационная платформа, как вы сказали, созданная для системы образования. То есть мы отвечаем всем запросам сегодняшней системы с точки зрения того, что у нас на платформе можно создавать чаты, делать совещания, звонки, смотреть оценки, смотреть расписание уроков. То есть платформа была создана в годы пандемии. И на сегодняшний день мы развились до такого большого сообщества. У нас на сегодняшний день очень большое количество пользователей, подключенных к нашей платформе, практически вся страна. И вот мы полностью соответствуем системе образования и тем вызовам, которые сегодня принимает система образования. Мне кажется, что я вас послушала, и с точки зрения это очень удобно, потому что сейчас электронные дневники на одной платформе, общались на другой платформе через Zoom. И эта площадка такая она удобная, такая практичная. Как оценивают вообще те люди, которые уже воспользовались этой программой? Хороший вопрос. Но можно я так витеват отвечу на этот вопрос? Почему? Потому что, вот смотрите, как раз-таки наша задача была в системе образования дать тот продукт, который объединил бы разные инструменты, которые на сегодняшний день используют наши коллеги-учителя, преподаватели и воспитатели в работе с родителями, учениками. То есть, как вот я ранее сказал, мы взяли часть ВКСа. То есть мы раньше создавались изначально как ВКС-платформу, но на сегодняшний день мы помимо ВКС, видеоконференц-связи, дистанционных уроков, мы даем возможность общаться в закрытом сегменте. То есть на сегодняшний день есть чаты, в которых реклама идет, рассылка, да, реклама. И чтобы вот дети были защищены, не получать вот эту рекламу, вот для этого как раз призван переход на мессенджер ВКС-сферу. Плюс у нас много обновлений, которые мы делаем в совместной диалоге с учительским сообществом. Это, к примеру, мы ввели в этом году в бета-версии интерактивные доски. То есть учителя уже, педагоги и воспитатели могут уже сейчас дистанционно проводить какие-то те или иные уроки с использованием интерактивной доски, что как раз может произнести что-то новое в этот урок. Плюс также мы ввели там возможности сессионных залов, то есть делить классы на группы и индивидуально работать с учениками. И, возвращаясь к вопросу, платформа не стоит на месте, мы постоянно развиваемся. И тем самым мы находимся в диалоге с учителями, и мы слышим вас. То есть здесь задействованы все стороны. Это преподавательский состав, это учащиеся ученики и родители. Да, все верно. Тут же можно родителям напрямую задать вопрос к каким-то конкретным предметникам, учителям. Это вообще возможно? Да, конечно. То есть сейчас мы как бы стараемся, чтобы учителя создавали классы с родителями, ну, родительские чаты, с учениками по предметам. То есть у каждого учителя есть возможность создать с тем или иным классом по своему предмету чат в нашем мессенджере, что как раз упрощает возможность диалога с учениками и родителями. Плюс, вот вы ранее упоминали дневник. На сегодняшний день у нас в республике Тыва проведена интеграция. Дневник.ру – это официальный ЭЖД-вендор. ЭЖД – это электронный журнал «Дневник». И учитель может в один клик создать ссылку, во-первых, на онлайн-урок. А ученик может открыть приложение ВК-мессенджер и перейти в ВК-мессенджере на онлайн-урок. Это первый момент. И второй момент – он также может в ВК-мессенджере, уже не заходя на других устройствах, посмотреть в дневнике свои оценки, расписание уроков. Но я добавлю, пожалуй, подмечу один очень важный момент. Вот эти все инструменты, они ни в коем случае не призваны заменить традиционное классическое образование. В любом случае, правительство и Министерство просвещения Российской Федерации смотрят, что классическое образование лучше, его ничто не заменит. А вот эти инструменты, которые мы даем системе образования, они как раз улучшают процесс взаимодействия. А вот нам известно, что на днях буквально рассматривали вопрос или рассматривать будут, о том, чтобы сократить время учеников взаимодействовать с мобильными телефонами. Непосредственно в школе, в классе или вне здания. Не кажется ли вам, что это наоборот будет притягивать больше времени использования телефона? Хороший вопрос. Но смотрите, у нас площадка ECOPS ферма, она подразумевает не только мобильную версию. То есть у нас есть полноценная веб-версия, где ребенок может подключиться в нужный момент к уроку, не более. А чаты в телефоне используются только по назначению, с точки зрения рассылки домашних заданий, либо информации, куда поедут дети, к примеру. То есть одна из интересных у нас фич в продукте, в нашей платформе, в ВК-мессенджере есть, это сообщение с уведомлением о прочтении. То есть, например, учитель говорит, что завтра мы поедем в лес и просит подтвердить именно прочтение. Ну то есть ни в одном другом мессенджере нет такой возможности. То есть в любом другом мессенджере учитель может только посмотреть, да, вот он прочел вроде бы как, и непонятно, прочел или нет. А в нашем мессенджере можно сделать так, чтобы учитель именно запросил. То есть когда ребенок открывает сообщение, там именно ты прочел это сообщение, «Если да, то нажми да». И тогда точно уже у ребенка или у родителя не будет возможности сказать, что он не прочел. Ну вот что касается сейчас современного журнала, там за определенные действия требуют плату. Ваша платформа, она бесплатная, платная какая-то, минимальная может быть стоимость. Мы абсолютно бесплатные для системы образования. То есть, ну, сферам именно создавался с точки зрения того, что вот мы видели, что на рынке много разных ВКС-систем, ну, там Zoom, Skype, да, вот которые учителя раньше пользовались, и разные мессенджеры, там, ну, другие WhatsApp, там, Telegram. И не все из них были бесплатные, а все используются в работе. И поэтому мы увидели нашу как основную задачу, это вот объединить вот эти все сервисы разные в один продукт и сделать его бесплатным для системы образования. Поэтому мы абсолютно бесплатны. И плюс, например, для учителей мы также даем облачное хранилище. То есть на сегодняшний день мы увеличили объем облачного хранилища для учителей до 32 гигабайтов. Это очень такой хороший, внушительный объем, если мы говорим в рамках рабочих процессов. То есть учитель может теперь в нашем облачном хранилище размещать какие-то документы, какие-то домашние задания там раздавать. Ну, то есть не искать по новой, все сохранил, и раз, когда надо будет, достал, да? Как проходит интеграция платформы сферы вообще в нашей республике? На сегодняшний день по тенденции, ну, по статистике, которая у нас есть, имеется, регион очень хорошо и активно включается в процесс вхождения на платформу. Нам очень приятно, что в республике так высоко оценивают наш продукт и пользуются им активно. Я думаю, такими темпами мы до конца года с вами увидим всех детей и всех учителей на нашей платформе. Понятно, что про столичных детей, да, и вот крупные наши районы есть, но есть такие, например, населенные пункты, где проблема с интернетом. Вот эту проблему как будем решать? Ну, здесь, смотрите, немного вопрос, конечно, не по адресу, потому что, ну, к сожалению, мы не отвечаем за подключение школ, но мы со своей стороны тоже помогаем и сотрудничаем в этом направлении. С каким образом? Мы очень оптимизируем с точки зрения там видеопотокового, да, то есть мы сокращаем там оптимизацию кодеков, делаем различные, то есть наша команда разработки не стоит на месте, она постоянно допиливает продукт для того, чтобы как раз вот в самых отдаленных уголках страны, если мы говорим про республику, то и республики, да, каждый пользователь мог не чувствовать этот дискомфорт отдаленности, чтобы он понимал, что да, я полноценный пользователь цифровых инструментов на сегодняшний день, и вот мы с нашей стороны делаем для оптимизации продукта максимальное усилие. Я, например, педагог, хочу подключиться, куда обращаться? Ну, на самом деле, у нас все школы уже подключены в республике Тыва, но если педагог не знает, к примеру, да, что ему делать, то при каждой школе есть администратор данной организации, который может подключить, помочь создать учебный профиль. Вот, кстати, давайте учебный профиль, можно я так отойду, да, про учебный профиль расскажу. Он создается на базе VKID. VKID – это, ну, такая универсальная учетная запись, которая требуется для использования нашего продукта, ну, для того, чтобы вы могли пользоваться. И люди часто сталкиваются с тем, что, ну, есть категория людей, которые, ну, не готовы пользоваться социальными сетями, да. Поэтому VKID, я хочу объяснить, что это не равно создание страницы в социальных сетях, потому что у нас есть там определенные законодательные нормы, которые запрещают регистрировать детей в социальных сетях. И поэтому вот VKID – это не равно регистрации в социальных сетях. И вот, отвечая на вопрос про вы педагог, вы не знаете, что вам делать. То есть, чаще всего в школах это учители информатики, ну, вот они у нас самые считаются продвинутыми пользователями компьютера. И они чаще всего администраторы, которые курируют подключение учителей. То есть, они знают, как подключить учителя, как ему создать учетную запись, что ему нужно сделать потом. Ну, на крайний случай у нас коллеги в республике очень хорошо активно работают с точки зрения Министерства образования республики. И подведомственное учреждение ИОКО. Это коллеги, которые курируют именно направление сферам в регионе. Они знают больше, чем я. Они могут рассказать всем учителям и педагогам, что и как нужно делать. То есть, другими словами, если я занимаюсь частной практикой, занимаюсь деятельностью вне школы преподавательской, я могу прийти в Министерство образования нашей республики и как-то там какие-то консультативные консультации получить. Да, конечно. Ну, смотрите, мы сейчас активно подключаем общеобразовательные организации, это школы, другими словами, СПО, техникум, лицеи, дошкольные образовательные учреждения и доп. образования. Вот как раз тот уровень, про который вы сейчас говорите, когда вы хотите внеурочное время оказывать. То есть у нас для этих всех сегментов есть... А если педагог находится в другом регионе, это можно использовать? Конечно, конечно. То есть здесь кейсы использования нашего продукта, они обширны. То есть, например, ну, два кейса, расскажу таких. Первый кейс – это, например, когда есть областной какой-то центр, и педагогу нужно заниматься с детьми по всей республике. Это первый момент. Второй – это, например, когда заболел ученик, и чтобы не отрываться от образовательного процесса, учитель может создать ссылку, и ребенок может находиться дома, чтобы не заразить других детей, и сидеть дистанционно, быть на уроке, присутствовать. Это очень такой крутой инструмент на сегодняшний день. Я, честно, завидую современным ученикам, что не было в мое время таких инструментов, потому что пропущенные уроки дают о себе иногда знать. И есть, например, учителя, которые ведут определенные предметы, и нет таких учителей в других соседних регионах. Мы не говорим сейчас про одну республику. Я говорю, к примеру, в Хакасии нет предметника такого. Да, он может создать ссылку, направить ее ученикам в другой регион, и они смогут точно так же подключиться. То есть здесь нет региональной принадлежности. Понятно. Как дети освоили платформу? Есть ли какие-то результаты по работе школьников в сферу? Какие-то отзывы от детей? Я бы сказал так. Наша аудитория очень благодарна нам. Что я подразумеваю? Тем, что мы часто проводим активности, как создатели продукта. Мы проводим и педагогические советы, цифровые для учителей. Буквально мы несколько недель назад закончили его. Также мы проводим различные конкурсы для учеников, цифровые. И дети приносят такие иногда кейсы по использованию нашего продукта, что мы там, блин, классно, их можно тиражировать. И мы потом на основании таких кейсов, которые нам приносят наши пользователи, как учителя и ученики, и также и родители, мы начинаем вводить какие-то новшества в нашем продукте. Про интерактивные доски, про которые я ранее рассказывал в бета-версии, мы ввели, потому что учителя говорили, что мы пользуемся другой интерактивной доской, а нам она неудобна. А мы хотим все это в одном продукте видеть. Благодаря таким пользователям мы прислушиваемся и добавляем что-то. Это вот как раз в ответ на ваш вопрос, насколько благодарна наша аудитория и рада. Ну, сфера образования понятна. Другие сферы, может быть, культуры обращались, какое-то расширение у вас, площадки будет. Какие планы? Как ранее я сказал, мы созданы именно под систему образования. Да, к нам подключаются сторонние структуры Министерства культуры, потому что у них есть образовательные учреждения, физическая культура, Минспорта. Тоже подведомственные учреждения подключаются. Но исключительно только с точки зрения образовательного процесса. Никаких других организаций у нас не может присутствовать, потому что наша система построена так, что в нашем сообществе присутствуют только люди, которые причастны к образовательному процессу и не более. Потому что дети – это самая уязвимая часть населения, которая требуется в защите. Артем Вадимович, спасибо, что пришли. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Артем Вадимович Придорожный, руководитель по взаимодействию с регионами информационно-коммуникационной образовательной платформы «Сферу». Спасибо. Спасибо вам. И говорили мы на тему использования цифровых сервисов в образовании. Это была программа «Интервью дня». До скорых встреч.